добрый день меня зовут станислав и вы на канале орхидеи дома сегодня 11 месяцев с момента когда я посеял во фласках семена орхидей и это первые мои сеянцы которые взошли и на сегодняшний день им сейчас вот как вы уже поняли 11 месяцев кто на канале уже давно видели что где-то 4-5 месяцев назад некоторые орхидеи уже пришлось вытащить из фласки потому что пошла плесень и спасаем малышей несколько малышей мы посадили уже в отдельные стаканчики в амхисфагнум а некоторые в общие такие ведерочки маленькие и на сегодняшний момент давайте вам покажу они выглядят вот так вот смотрите есть вот такого размера вот самый большой стаканчик это самый маленький 100 граммовый есть вот такой от малыш и к нему тут прицепился вот еще вы видите ну и вот еще три малыша которые как бы выжили и еще в стаканчиках было еще где-то штук 7 или 8 которые к сожалению не выжили как же себя чувствуют другие а ну да были еще малыши которых мы как я уже сказал только что пересаживали в общие такие ведерочки сейчас вам покажу на сегодняшний день как они выглядят кто-то развивается хорошо мне приходится высоко поднимать так как они на верхней полке надеюсь вам все видно потому что я сейчас не понимаю что попадает в кадр значит и некоторые малыши у нас до сих пор находятся во фласках так вот сегодняшний обзор я хотел сделать фласок дело в том что связи с аномальной жарой которая длится уже третью неделю температура у меня в помещении как вы видите сейчас вот 29 градусов и это конечно очень плохо сказывается на орхидеях в баночках почему потому что как и старые вот эти посевы которым 11 месяцев так и новые начали страдать страдать в каком плане сейчас вам покажу вот одни из непосредственно посевов которые происходили вот видите 7 06 на баночке и вот смотрите уже были всходы и к сожалению я так считаю что из-за аномальной жары вот такая плесень убила все как бы такую баночку придется отправлять в утиль вот такая баночка тоже вот у нас была тоже были всходы небольшие но были и тоже к сожалению пошла плесень и и это плесень тоже съела этих малышей тоже придется в утиль ну а есть такие которые у нас находятся в баночках и слава богу плесень до них не дошла сейчас я попробую наверное вот так вот опустить ниже чтобы более ближе вам показать значит есть одна фласка вот такие вот длинные корешки и как вы видите корешки очень тоненькие и листочки на некоторых орхидейках тоже маленькие небольшие худенькие есть конечно здесь и нехорошие процессы как вы видите вот такая вот чернота но она пока мисс не распространяется очевидно это какая-то из орхидеек погибла и и вот такая ситуация в такой баночке вот сама густо заселенная баночка сейчас вам покажу здесь к сожалению некоторые листочки орхидеек начали погибать вот сейчас из-за испаренный может вам плохо видно но вот сейчас с другой стороны я поверну и вы посмотрите что вот желтенькие такие это портятся листочки а вот у этой орхидейки он даже такого красного цвета по какой причине сейчас я если честно сам не понимаю почему он так краснеет но слава богу в этой банке плесень не завелась а вот следующие две баночки неплохие тут у нас были малыши как бы рассаживала я их немножко позже чем вот эти две которые только что я вам показал но здесь как бы аномальная жара и вы можете наблюдать вот здесь вот отошла питательная среда от стенки скорее всего что я так предполагаю и вот видите какая получилась плесень и эта плесень уже просматривается и вот как вы видите по краю фласки очень жалко тоже неплохие здесь малыши как вы видите неплохо они развивались но я уже как бы заметил что те малыши которых мы вытащили я их уже подкармливал несколько раз янтарной кислотой а самых больших уже обрабатывал даже биопрепаратами с небольшой концентрацией уменьшенной там от инструкций где-то в 3-4 раза и как бы вы видели только что как какого размера они уже сейчас 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 я вам покажу соседнюю фласочку значит здесь тоже к сожалению сейчас чтобы было виднее вам здесь тоже к сожалению вот вы выйдете можете наблюдать пошла плесень и я наверное скорее всего что понаблюдаю еще несколько деньков и если эта плесень начнет распространяться то скорее всего что придется мне размыть фласки и пересадить вот в такие ведерочки которые я вам сегодня показал вторые есть кстати давайте сейчас я аккуратно уберу эту баночку хочу вам показать вот вот такую фласку в которой очень хорошо развиваются корни вы видите да высоту так сейчас секундочку я поменяю чуть-чуть вот так вот я думаю вам будет лучше видно и смотрите как кверху потянулись корешки листочки кстати здесь тоже есть как бы хорошие но по какой причине вверх так один кстати он видите корешок почему-то стал пропадать почему именно так они ринулись расти именно корни я еще если честно объяснить не могу но здесь в этой баночке слава богу с плесенью все нормально ее нет надеюсь что и не будет вот есть еще такая баночка значит тоже видите корешки развиваются очень хорошо некоторые где-то хотел показать начинают вот углубляться в питательную среду будем наблюдать смотреть как они будут развиваться дальше и сейчас я хочу вам еще показать вот есть одна фласка меня в которой вырос только один малыш и у этого малыша как вы видите начали пропадать некоторые корешки очевидно потому что вот чернота ну скажем так процессы жизнедеятельности его но два воздушных как бы вы видите корешка и раз два три четыре хороших листочка и слава богу здесь все хорошо но есть такие фласки которые простояли уже очень долгое время и к сожалению вы наверно видите усеянные они семенами на эти семена к сожалению так и не зашли как бы есть у меня такие так давайте переместимся немного правее я вам хочу показать еще фласки и здесь тоже 50-50 в некоторых фласках как вы видите более-менее ситуация как бы хорошая вот здесь вот здесь вот малыши развиваются может быть да что-то пропадает но в целом неплохо а есть здесь ситуация как вот и в предыдущих двух пошла плесень и это плесень еще пока мисс распространяется только по краю баночки как я уже сказал и по предыдущим двум и например по вот этой фласке как бы я не буду если честно спешить сразу вытаскивать таких вот малышей почему не буду сейчас мы перейдем следующей и я покажу естественно если плесень начнет распространяться очень быстро и покрывать и корни и листочки естественно там придется спасать обрабатывать фитодоктором и триходермином но надеюсь до этого не найдет так как вот следующую фласку которую вам хочу показать значит в этой фласке грибок появился еще где-то 45 месяцев назад сейчас мы его найдем вот он с этой стороны и вот смотрите какая произошла ситуация этот грибок появился еще 45 месяцев назад и за два-три дня он вырос вот до таких размеров как он сейчас он дошел до первой орхидейки вот вы видите первая орхидейка хорош хорошие и горешки и листочки этот процесс остановился я вот уже я же говорю я точно дату не помню но 45 месяцев это с весны еще где-то примерно с апреля месяца так точно когда появилась эта плесень наблюдаю за этой банка внимательно и вот это я так понимаю и можно назвать симбиоз орхидея с грибами так как вот они растут и те и другие и этот грибок который вот вы видите он дальше не распространяется я не могу научно это все объяснить я вам только могу показать как это происходит вот у меня и почему так происходит к сожалению у меня на сегодняшний день объяснение пока мисс нету ну и напоследок давайте я вам покажу еще несколько фласок в которых идет неплохое развитие вот такая есть вот здесь фласочка смотрите вообще хорошенькие вот еще одно ну будем надеяться что они подрастут но опять же так как я заметил что те орхидеи которые мы уже вытащили и которые начали каким-то образом скажем так обрабатывать как я уже сказал лентарной кислотой и биопрепаратами то в размерах они явно превышают своих братьев и сестер так сказать я если честно еще для себя не принял окончательное решение но по поводу вытаскивать не утаскивать но если вот тех двух баночках где первых я показал пошла плесень плесень начнет дальше максимально быстро расходиться по банке естественно эти баночки я моментально буду размывать для того чтобы спасать малышей ну вот пожалуй и все что сегодня я вам хотел рассказать надеюсь вам было интересно это видео попадет в плейлист разведения орхидеи семенами в этом плейлисте находится много видео с этапами от самого первого этапа и до этапа который вы сейчас видите орхидеи уже подросли вы можете пройти пройтись по этим видео и посмотреть как я варил среду как я опылял как я делал посев я думаю может быть кого-то это заинтересует и кто-то захочет за мной это повторить самое важное почему я начал этим заниматься это то что когда одну орхидею скрещиваешь другой то семена которые получаются а потом и маленькие орхидеи ки которые вырастают они являются эксклюзивными то есть даже если кто-то в мире возьмет тех же самых два сорта из тоже их точно также скрестит не факт что малыши получатся такие же как у меня вот на этой позитивной так сказать мысли хочу закончить сегодня видео кому она понравилась ставьте лайк кто не подписался на канал подписывайтесь я думаю будет дальше еще много интересных видео и конечно приглашайте еще своих друзей ну вот на сегодня пожалуй все и всем хочу сказать до новых встреч